Уникальная возможность прикоснуться к чудотворной иконе появилась у самарцев. Единственный в мире двусторонний мироточивый образ умиления из Брянской области прибыл в собор Кирилла и Мефодия. В областном центре икона будет находиться до начала декабря. Мария Шпакова встретила святыню. Умиление – это единственная в мире двусторонняя чудотворная мироточивая икона. Ее появление можно назвать чудом. Она известна своими исцелениями от многих бед – бесплодия, онкологии, сахарного диабета, анорексии. В Самару в собор Кирилла и Мефодия святой образ прибыл из поселка Локоть Брянской области. Эта история произошла больше 15 лет назад. Жительница поселка в Брянской области купила в обычном магазине календарь с изображением Божией Матери и иконой умиления. Отрезала численник и прикрепила изображение к стене с помощью обычных канцелярских кнопок. В скором времени изображение стало благоухать, а на обратной стороне женщина обнаружила проступивший лик Божией Матери. Образ поместили в рамку. Священник пропел «Акафист» и икона замироточила. Это видно и сегодня. Вопреки законам физики бумагу насквозь не пропитывает. Исследования мира проводились в лабораториях МВД и ФСБ. И вот ученые спецслужб до настоящего времени так и не смогли определить состав этого мира. Оно не поддается определению. Его невозможно идентифицировать, потому что на земле нет аналогов этого вещества. Сегодня образ одет в дорогие ризы, которые в Москве изготовил мастер-патриарха. Пешим крестным ходом с иконой умиления пройдено больше 14 тысяч километров по дорогам России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Приднестровья и Абхазии. Чудотворный образ посетил Румынию, Чехию, Словакию, Польшу, Италию и Португалию. «Матерь Божия, слыша нашу молитву, откликается на наши просьбы. За эти годы тысячи тысячи случаев чудесных исцелений помощи от Божьей Матери. Поэтому мы надеемся, что и здесь у нас, в Самаре, Матерь Божия поможет многим и многим людям». Прикоснуться к святыне в соборе Кирилла и Мефодия самарцы смогут до 4 декабря. Мария Шпакова, Александр Каракулько, Новости губернии.